Сейчас я хотел бы поговорить по поводу дозировок MPG Caps и MPG Boost при заправке его в ваш бензобак. У меня лично не было никаких проблем с использованием продукта, так же как и у моих клиентов, но вот до меня дошли слухи, что у одного из наших представителей появился вроде клиент, который вроде как не ощущает экономии. Что я хочу сказать? Продукт не может не работать и то, что человек не ощущает каких-то улучшений в ездовых качествах своего автомобиля и экономии, связано с тем, что люди просто путают дозировки, особенно первую дозировку, неправильно читают листы дозировок и путают первую дозировку, а также может быть даже и вторую, и третью и так далее. То есть продукт не может не работать и даже на самых старых изношенных автомобилях с изношенными двигателями эффект ощущается. Конечно, не такой хороший, как на более новых автомобилях, но даже на самых старых автомобилях он есть. Значит, и во избежание вот таких казусов, я один из представителей компании FFI, которые занимаются продажами МПГ, продукта для экономии топлива, очень рекомендую всем клиентам, которые первый раз только сталкиваются с этим продуктом и хотят его попробовать купить, именно не самому пробовать заливать, а договориться с нашим представителем, чтобы вы вместе встретились на заправке, и он вам сам лично заправил первую дозировку, показал, как правильно надо заливать, какая верная, правильная дозировка первая и все последующие. Вот сейчас я покажу дозировочный лист, тот дозировочный лист, который я раздаю своим клиентам после первой заправки. То есть вот я сейчас делаю поближе, чтобы было видно хорошо. То есть MPG Boost для бензиновых двигателей, дозировки MPG Boost для бензиновых, для дизельных двигателей. То есть дозировки MPG Cups здесь нет, потому что я их и не предлагаю с их клиентами, потому что MPG Boost использовать в наших холодных условиях климатических намного лучше, чем MPG Cups. То есть просите у представителей, которых вы покупаете продукт MPG, вот такие дозировочные листы. Они могут выглядеть и по-другому. Почему? Потому что каждый наш представитель работает индивидуально, поэтому он может сделать свой дозировочный лист. Главное, чтобы дозировки были вот такими. Вот такими, то есть чтобы эти дозировки были, чтобы дозировочный лист был у вас на руках, чтобы вы не перепутали дозировку. Либо, если вам предложил попробовать уже не непосредственно наш представитель, а именно ваш какой-то знакомый, друг, который уже ездит с применением этого продукта, то также договоритесь, чтобы он вам первый раз показал, рассказал, как это все использовать, чтобы не было потом таких историй о том, что человек воспользовался продуктом и не получил экономию. То есть, как я говорю, даже на самых старых изношенных автомобилях, двигателях есть, пусть небольшой, но процентов 10, но экономия есть, и улучшение ездовых качеств автомобиля также наблюдается.